Большое спасибо, Денис. И еще раз извиняюсь заранее перед коллегами, потому что мне сегодня нужно еще выступать на радио. Вот буквально сразу же после этой пресс-конференции у меня будет радио Екатерина, мне придется покинуть это замечательное собрание. Вообще, глядя на все эти камеры и на набитую комнату, я думал две вещи. Во-первых, что политика в России наконец-то стала интересной. Сразу видно, что ситуация изменилась. Ну и с другой стороны, левое движение вроде бы стало кому-то интересно, раз все мы здесь собрались в таком составе. Это во-первых. Во-вторых, один из главных уроков первого этапа гражданского движения состоит в том, что чисто гражданские, чисто политические и в значительной мере либеральные лозунги, под которыми поднялось движение в декабре, феврале и начале марта, они уже однозначно не являются лозунгами, мобилизующими всю страну и мобилизующими широкое движение. Потому что действительно в декабре нечестные выборы, во всяком случае то, что оппозиция зашла нечестными выборами, сбудоражило действительно всю страну и не только, между прочим, Москву и Петербург. Это было действительно некоторое потрясение. И не потому, что выборы были такими уж нечестными, они были такими же нечестными, как и все предыдущие выборы. Но это наложилось на оживление общественной активности, это наложилось на общее настроение недовольства, настроение несогласия, настроение неприятия, которое сложилось в стране за три с половиной года экономического кризиса. То есть люди осознали, что что-то у нас не так. Вот как у Высоцкого, эх, ребята, все не так, все не так, ребята. Вот это главное ощущение. Что-то не так. И вот когда прошли вот эти выборы, то люди увидели фокус, увидели определенную точку, на которую было направлено внимание. Это было то, что назвали нечестными выборами. На самом деле, протестуя против нечестных выборов, люди протестовали против неправильной и не удовлетворяющей их системы. И системы не только политические. Это совершенно понятно. На следующем этапе повторение лозунга честных выборов, превращение повода в причину протеста, на самом деле играло уже против общественного движения. Потому что общественное движение по широте охвата своего росло и увеличилось. Потому что мы видим больше людей, включившихся в процесс. Но в то же самое время, по глубине своих требований, по радикализму своих выступлений и требований, это движение на самом деле не росло и не становилось сильнее. В значительной мере оно становилось слабее. Потому что одно дело, эмоциональные требования первого момента, первый всплеск эмоций, возмущения и недовольства. А другое дело, когда вот эти эмоциональные формулировки поверхностные, на самом деле, в значительной мере, и бессодержательной, мы продолжаем повторять снова и снова, и снова, и снова, как будто бы именно в этом все дело. Мы прекрасно понимаем, что дело не в этом. Дело в социальной политике, дело в политической системе, которая, кстати говоря, именно такая, какая она есть. Потому что социальная и экономическая система несправедлива. И для стабилизации несправедливой социальной и экономической системы приходится иметь антидемократическую систему в политической сфере. Это взаимосвязанные вещи. И поэтому не может быть никакой демократии без изменения социальной политики и без экономических реформ в интересах большинства населения. Вот о чем говорят сейчас левые силы. Это главное, зачем мы сейчас выходим на улицу. Это главная мысль, которую мы стараемся донести до всех окружающих, до общественного мнения. Это главная мысль, которую мы хотим помочь сформулировать самому обществу. Потому что это не наша идея, это в значительной мере идея общества, которая должна быть сформулирована и выражена жестко и конкретно. И поэтому я, например, не считаю, что разделение оргкомитета является таким уж несчастьем. Скорее, это является благом, потому что это позволяет нам без оглядки на либералов или какие-то другие силы сформулировать собственные позиции. Это не значит, что мы раскалываем общий гражданский фронт. Мы выступаем за демократические преобразования вместе со всеми другими силами, которые стоят на демократических позициях. Но мы четко заявляем именно о своей социальной программе. И мы не говорим о том, что нужно добавить к демократическим лозунгам еще немножко социальных требований. Мы говорим о том, что именно социальные требования сейчас являются главным стержнем, основой демократического движения. Без этих социальных требований никакое демократическое преобразование в стране невозможно. Мы говорим о том, что реформа образования, которая по существу является наступлением на права большинства населения, должна быть отменена. Мы говорим о том, что ФСЗ-83, которое опять-таки является наступлением на всю социальную сферу, должен быть отменен. Мы говорим о том, что нужно прекратить рыночные эксперименты над людьми в сфере ЖКХ, транспорта и так далее. И мы говорим о том, что это только начало для более серьезного обсуждения, серьезной, повторяю, глубокой социально-экономической реформы, которая, однако, не должна быть придумана в кабинетах, она не должна быть придумана левыми идеологами, она должна быть сформулирована общественным движением в процессе общественной дискуссии. Но первые шаги, это то, о чем мы говорим сейчас, это лозунги прекращения антисоциальных реформ. И это, кстати говоря, роднит наше выступление с тем, что происходит в Европе, тем, что происходит, кстати говоря, в Соединенных Штатах, тем, что сейчас происходит в Квебеке, в общем, по всему миру. То есть в этом смысле Москва, где 6 мая молодежь под красными и красно-черными знаменами дралась полиция, стала нормальной европейской столицей. Так что нам говорили, что мы будем нормальной европейской страной. Вот теперь на Болотной площади и возле Угарника 6 мая я увидел, да, Россия стала нормальной европейской страной. Мы под красными флагами боремся за социализм. Это нормальная европейская жизнь. Спасибо, Борис Юрьевич.